Всем привет, привет! Несколько дней тому назад я собрала косметичку на ближайшее использование и сегодня покажу вам, чем же я наполнила мою косметичку от Jeffree Star. Буду рандомно все вам показывать, хотя нет, наверное, начнем мы, как обычно, вот с этих карманов. Тут не будем уже с вами смотреть, потому что в прошлый раз, когда я была в Хорватии, показывала вам все. В принципе, там ничего нового не появилось, кроме туши от Maybelline. Новинку я ее уже начала пользоваться, пока ничего не буду говорить. Чуть-чуть нужно подольше пользоваться этой тушью, потом вам расскажу. Здесь тоже, наверное, не будем сильно останавливаться. Вот эти вот продукты, они у меня постоянно находятся в косметичке от Stila. Те они жидкие, я их здесь оставляю, чтобы использовать периодически, потому что они подсыхают сами по себе. И также мне хочется закончить вот такой вот хайлайтер жидкий от Revolution, который мне тоже не особо нравится. Так, консилеры набрала я три, больше нет, три консилера. Здесь я вам, конечно же, не буду показывать из проекта продукты. Они, вон, кстати, сзади стоят тут вот в контейнере. Значит, взяла я от Jeffree Star консилеры. Сначала я купила вот такой вот светлый оттенок, а потом взяла более темный, потому что вот этот вот цвет очень-очень светлый уж для моей кожи. Нужно было какой-нибудь другой цвет купить, докупить точнее. И вот я их смешиваю, когда в косметичку беру эти два консилера. Честно говоря, пока не знаю, нравится мне эти консилеры или не нравится. Нужно чуть подольше пользоваться. Вот почему-то, когда я в косметичку какие-то продукты беру, у меня иногда получается не до конца понять, вот понравилось мне средство, не понравилось. А иногда бывает, что продукт вас с одного применения не удивляет. А тут вот пока не знаю про консилеры от Jeffree Star. Нужно, говорю же, тестировать. Единственное, мне очень нравятся их. Такие классные упаковки у него, конечно, молодец он. Они не очень удобные, но прикольные в использовании. И взяла один из моих любимых консилеров от Nars. Точнее, он был любимым последние несколько лет, пока я не открыла для себя. Как раз-таки вот в этом проекте от Too Faced Born with Faye консилер. На данный момент он самый-самый лучший. Вот из более дорогой категории, потому что у меня из бюджета есть тоже любимчик консилера. Взяла от Nars. У меня оттенок Custard. Так я правильно держу? Вот. Оттенок Custard Medium 1. Идеальный цвет. Так, на самом деле здесь у меня столько всего, я даже не знаю. Давайте вот с этого уголка начнем. Там как раз-таки праймеры и тональные основы. Оставила я от Lancaster праймер мой любимый. Хочу его закончить. Почему? Потому что я его уже покупала годы три тому назад, мне кажется. Не хочу, чтобы он испортился. Из-за этого на данный момент этот праймер будет в косметичке. Я думаю, что этот праймер я могла бы включить на следующий Project Pen, потому что я уверена, что в этом году у меня вообще не получится его закончить. Потому что от Charlotte Tilbury из проекта тоже у меня достаточно там много. Ну, вижу, что вот стоит у меня здесь. Там еще праймера больше половины, представляете, да? Так, оставила я, конечно же, вот этот вот фиксирующий спрей от Essence, который я купила специально для того, чтобы использовать, ну, увлажнять кисточку для нанесения шиммерных оттенков на век. Я вам уже говорила, чтобы не использовать более дорогой фиксирующий спрей, как, например, у Urban Decay. Мне просто жалко в этих целях использовать такие фиксирующие спреи, ну, для того, чтобы шиммерный цвет наносить на века. Вот такой вот фиксирующий спрей тоже от Urban Decay Death Leak. Я была уверена, что это оригинальная версия All Nighter от Urban Decay. Ну, видите, нет, это миниатюрка в подарок, кстати, получала, когда делала заказ двух больших All Nighter, которые у меня в запасах лежат, кстати. Так, фиксирующий спрей хороший. Наверное, вы знаете, я все-таки буду вытаскивать эти продукты отсюда, чтобы понимать, что я вам показала, а что нет, а то я таким образом запутаюсь. Далее взяла, конечно же, две новые тональные основы, говорила, что в этом году я постараюсь не покупать тональные основы, но при этом не удержалась. Это бюджетные продукты, бюджетные продукты для лица, да, тональная основа от Essence, во-первых, Skin Tint, очень хотела, потому что хорошие отзывы слышала. SPF 30 в оттенке 40 себе взяла. Ну, и Bourjois знаменитый Healthy Mix Serum. У меня вот эта вот версия не была, от Bourjois была для сухой кожи, мне кажется, она специально, потому что, как я помню, что вот этот серум больше подходил для более комбинированной кожи, потому что более такая легкая текстура. Ну, не знаю, я думаю, что и для сухой кожи подойдет этот тон. Ванила, 52 ванила. И как раз-таки рассказывала вам, что в прошлом, это лет 7-8 тому назад, я использовала как раз-таки этот оттенок. И тут, когда я покупала, даже не видела, опа, не видела, что за оттенок, и каким-то чутьем, что ли, ну, пониманием того, какой цвет у меня кожи, да, как-то вот автоматически купила тот оттенок, которым я пользовалась раньше. Как-то даже интересно. Это сколько лет тому назад было. И далее я оставила от Essence вот этот вот клоу-бустер, потому что он у меня тоже, видите, как хорошо пошел. Я, конечно, не знаю, по стенкам, естественно, много продукта, ну и тут немножко на дне. Какой здесь объем, интересно? А, здесь объем всего 14 мл. Я почему-то думала чуть больше 20 мл. Да, объем небольшой, поэтому расход быстрый такой у этого продукта. Если получится в этом году закончить, буду очень рада. И, кстати, я люблю смешивать, точнее, я вам уже показывала, как использую этот фильтр в последнее время. Я и самостоятельно иногда использую его, но вот мне понравилось наносить поверх тональной основы от Wet n Wild, которые суховаты. Я вам уже говорила про эту тональную основу. Она вот по текстуре суховатая, немножко не совсем для моей сухой кожи. И вот сверху я использую вот этот фильтр. Такой эффект классный получается. Например, вот эту вот тональную основу от Wet n Wild я нанесла, и прям уже чувствую, что тон такой сухо лежит, как будто бы на лице. Не то чтобы стягивает кожу, но вот вы чувствуете. И потом сверху прохожусь вот этим вот фильтром, действительно магия, магия происходит. Кожа как будто бы сразу же увлажненная становится, напитанная. Не знаю, как вам объяснить, но прикольное ощущение. Это вы только сможете почувствовать, если у вас есть также такая суховатая тональная основа. Не думаю, что на более увлажняющую тональную основу, если наносить этот magic filter, вы какую-то разницу почувствуете. Вот что я имею в виду. Ой, я еще, оказывается, тон взяла. Думала, что только вот эти вот новинки достала, но нет. Вот такой вот BB крем я получала в коробочке Blissim. Марка Alkology, видимо, называется. Какая-то натуральная марка, 97% ингредиентов, ну, пишет натуральное. Не помню, но мне кажется, я уже пользовалась этим BB кремом, а так сейчас не вспомню. Понравился он мне, не понравился. Так, что у меня тут еще есть? Еще есть праймер. Touching Sal, его тоже нужно заканчивать, поэтому я думаю, что в ближайшее время... Знаете, наверное, мне нужно как-то организовать контейнер и вот сюда вот поставить продукты, которые я хочу в ближайшее время не то, чтобы прям закончить в этом году, но стараться к ним чаще прибегать. Вот что я имею в виду. Поэтому вот этот продукт, он у меня единственный в плане праймеров, которые заблюривают кожу, то есть выравнивают поры. Вот. Да. Точнее, не единственный, от Huda Beauty еще что-то похожее есть, но он по-другому называется. Я его, кстати, взяла, мне кажется, или... Да, я его взяла. Столько продуктов набрала, может быть, ей не надо было этот вам брать. Ну ладно, пусть будет, чтобы такой выбор. К святичку открываете и смотрите, с чем бы воспользоваться. Вот, Glowish тоже а-ля, ну и написано Blur Jam. Вот. Очень интересная текстура и Blurid поры. Но, если тут, знаете, финиш такой более... По ощущениям, как бы вам даже сказать, не шелковистый, под пальцами вы чувствуете, прям, когда разносите этот праймер. Ой. Бархатный такой эффект, да, бархатный эффект. И прям чувствуется, как будто силикон есть. А здесь нет силикона. И когда вы разносите этот палм по лицу, у вас кожа такая увлажненная становится. Смотрите, хорошо я прям использовала этот продукт. Вот. А ничего себе, это когда я успела столько воспользоваться? Я даже, девочки, не помню, представляете? Столько я уже использовала этот праймер, обалдеть. Так вот, когда вы разносите его по лицу, у вас кожа прям такая влажная становится. Сначала, когда вы только-только начинаете разносить. Интересное ощущение, как будто вот чувствуется бархатисто-силиконовость, что ли. А потом, через несколько секунд, уже сразу под пальцами, ну, такая влага как будто бы проступает. Короче, интересный, интересный продукт. Далее я взяла от Huda Beauty Nymph. Что вообще это за чудо? Я думаю, что это хайлайтер Skin Glowing Perfect Eliminating the Tint. Но это не только для лица, я думаю, что и для тела. Очень-очень пигментированный продукт. Сильное сияние дает. Сейчас покажу вам сводч. Вот, видите? Не знаю, почему камера не передает это сияние в жизни. Сейчас еще солнышко выглянуло. Прям очень-очень, вот, как бы уловить. Вот, видите? Нужно совсем немножко наносить на скулы, туда, где мы используем, да, хайлайтер. И что я хочу сделать? Конечно, у меня не знаю, есть ли взяла я или нет. Увидела просто трик такой с хайлайтером таким, либо жидким, конечно, там жидкие используют, либо вот такой вот кремовый, да. И берут какой-нибудь, какие-нибудь румяна, тоже либо в стике, либо жидкие. Но я думаю, что эти румяна все-таки с сияющим финишем. И, например, если румяна, вот эти вот жидкие, они у вас матовые, хотите сделать сияющим финишем румяна в своем, получается, в своем издании, да, то вы берете жидкий хайлайтер и перемешиваете с жидкими румяными, матовыми. И тогда у вас получается уже не матовая румяна, а сияющая, вот, если вы хотите. Хотя мне, ой, а мне кажется, это даже матовый оттенок. Вот так вот берете и таким вот образом смешиваете, и у вас получается сияющим финишем румяна. Конечно, это не совсем прям идеальный вариант для смешивания, но видите, уже сияние какое получается. Естественно, чуть побольше, наверное, румяна надо будет нанести. Ну, там я увидела в инстаграм, увидела, одну девушку показывала, там румяна жидкие и хайлайтер тоже жидкие. Видите, какой сияющий эффект получается сразу. Вот, поэтому решила, что эти продукты я буду вместе, ну, пробовать сочетать вместе. И еще мне придется эти румяна тоже оставить, наверное, здесь где-нибудь вот держать в контейнере для косметики, потому что, видите, крышечка сломалась. Не хочу класть в косметичку, она сейчас у меня в косметичке была, но надо вытаскивать, вот, вытаскивать, потому что крышка сломалась. Я боюсь, что если в косметичке крышка вылетит, то полностью косметичку испачкает, вот. И плюс продукта, ну, имеется в виду, крышка сломанная, надо бы как-нибудь заканчивать, но я не знаю, просто такие средства кремовые и в виде стика, они не так быстро расходуются. Не знаю, надо будет ставить, надо будет ставить и потом посмотрим, как дело пойдет. Что-то вдруг эти румяна быстро будут расходоваться, если прямо постоянно использовать. Хотя постоянно не получится, потому что и в косметичке румяна есть, и в проекте то, что нужно заканчивать. Так, следующие румяна я взяла от Манакадар. Название уже не видно, но я знаю, что это за румяна. Блаз, блоссом. Крышечка сломалась, к сожалению. Вот такие вот румяна, очень красивое оформление у этих румян. Смотрите. Так, эти румяна взяла. Тоже ничего не могу сказать. Взяла новинку с Микки Маусом и Дисней от Essence румяна Bouncy Blush. Это у меня в оттенке 02 Another Perfect Day. Вот здесь еще, опа, ай, защитные, крышечка защитные есть. Очень интересная текстура у них, видите, вдавливаете. Вот. Баунси, поэтому и называется. Красивый оттенок у меня еще есть в персиковом цвете и румяна. Очень-очень классные, конечно. Так, давайте-ка я свотчу покажу на этот цвет. Оттенок на каждый день. На каждый день цвет, видите. Очень красивый. Очень красивый. Так, взяла вот такие вот румяна. Бронзер от Essence, он у меня постоянно в косметичке находится. Уже скоро буду заканчивать. Использую, как уже говорила, на шею в основном этот бронзер. Да, не в основном, а постоянно на шею использую этот бронзер. Также оставила праймер от Bobby Brown. Забыла. С витаминами. Любимый праймер от Jeffree Star. Очень приятный, свежий аромат. Оставила, потому что говорила в прошлой косметичке, что можно будет и заканчивать его. Потому что хорошо пошел этот праймер. Далее, что у меня. Хайлайтер от Fenty Beauty. Давно не использовала я этот хайлайтер. Это ее линейка Diamond Bomb. How many cards? Ух, этот хайлайтер. Красавчик, конечно, сейчас. Девочки, если у меня получится еще открыть. Потому что не очень удобно открывается. Вот такой вот хайлайтер. И, как можете видеть, налет от тональной основы. Почему так получилось? Потому что я неправильно использовала этот продукт. То есть я набирала пальчиком его. Потом наносила на скулу пальчиком. А там же уже тонально снова. И потом снова этим же пальчиком залезала. И на другую сторону наносила. Нет бы поменять пальчик чистый. Взять и на другую сторону нанести. Но нет. Мне же нужно было с одним и тем же пальцем работать. Но я это поздно поняла. Век живи, век учись. Там очень красивое сияние. Сейчас я вам покажу, девочки. Этот хайлайтер я реально давно не использовала его. Посмотрите. Это хайлайтер для любителей блесток. Потому что здесь их миллион. Ой, камера не передает всю красоту. Девочки, какая же прелесть. Такой влажный финиш получается. И так же я этот хайлайтер люблю наносить в качестве тени. Вот. То, что я люблю. Влажный эффект обеспечен вам навеки. Очень красивое сияние. Смотрите. Видите? Видите? Текстура прикольная у этого хайлайтера. Боже, столько продуктов набрала. Взяла вот такой вот браздинцер от Physicians Formula. Glow Boosting Beauty Balm BB Bronzer. Почему написано Glow? А-а-а, я поняла. Но в принципе, когда я наношу этот бронзер, он не сияющим финишем. Я теперь поняла, почему глон написано. Видите, там столько миллион мелких блёсточек. Ну, как-то я не помню, чтобы эти блески видны были на лице. Бронзеры хорошие. У Physicians Formula вообще у них продукты для лица хорошие. Взяла вот этот вот корректор мультифункциональный от Made by Mitchell. Я говорила, что этот корректор я буду использовать в качестве... В качестве чего? Забыла. А, праймера для век, да. Праймера для век. Но пока в этих целях я не использовала. То есть я забываю... Не то, чтобы... Я вам уже говорила, косметички. Видите, вот сколько продуктов у меня. Покопайся-ка там по утрам иногда, да. Некоторые продукты и не видишь то, что берёшь косметичку. Либо уже нужно минимальные продукты брать. Конечно же, я взяла пудру от Bourjois. Буду обязательно их вместе тестировать. Вот. А что, я только эту пудру взяла, да? Больше никаких пудр получается. Да, больше никаких пудр. Ещё у меня здесь румяна завалялись. А от Revolution я, кстати, их вчера использовала. Я вам делала сравнение этих румян с Charlotte Tilbury. Конечно же, Charlotte Tilbury намного-намного выигрышнее смотрится на лице. Более разглажено. А вот эта вот формула какая-то странная. Либо они переборщились блёстками. Либо, может быть, не знаю. Слишком много сияния получается. И текстура кожи более явная с этими румянами. Вот что я заметила. И я подумала, вы знаете, надо было мне от Catrice взять жидкие румяна матовые. И я бы могла добавить вот эти вот жидкие румяна матовые от Catrice. И использовать вот эти румяна. Вот то, что я вам как раз-таки сказала, что увидела в Instagram. Как используют румяна матовые с хайлайтером. А это мега-мега сияющий продукт. Поэтому вполне подходит как хайлайтер. Так что, видите, идеи приходят. Так, ну что, остались, мне кажется, только палетки теней. А нет, ещё у меня есть палетка для лица от Catrice в Jungle Book Disney. Смотрите, какая милая упаковка. Блестящая. Здесь у меня, у меня, у меня говорю. Здесь два хайлайтера и два бронзера. В основном вот этот вот бронзер использую. Вот вчера или позавчера я тоже наносила вот этот бронзер. Он такой лёгкий. Так, палетки теней. И помады я не буду показывать, потому что я помады не выбирала. Вот что у меня в контейнере стоит, всем этими пользуюсь на данный момент. Плюс очень сильно концентрируясь на помады из Project. Взяла палетку Фламинго. Так, подождите, давайте подвину немножко. Косметичка. Вот такая вот палетка, чудесная очень. Она мне нравится по оформлению от Violet Wos. И здесь, конечно же, уже более летняя палитра. То, что сейчас нужно, поэтому решила достать эту палетку. Я надеюсь, что у меня всё-таки будет рука тянуться к этой палетке, потому что, как можете видеть, здесь уже не получится сделать нейтральный макияж, да, а более весёлый такой. Но, опять-таки же, на каждый день, естественно, я что-нибудь придумаю. Вот из этой цветовой гаммы. Так, первая палетка. Следующая палетка тоже мною любимая от Juvius Play The Magic Mini by Juvius. Когда я вам показывала коллекцию косметики, коллекцию теней, я вам говорила, какие оттенки мне больше всего нравятся. Вот этот вот, например, видите? Какое там углубление уже. Вот он нежно-нежно-розовый оттенок. Вот этот вот мне тоже нравится. Ну, короче, здесь красивые шиммеры у Juvius Place. Они очень ярко смотрятся на веке, прям вот сияют. Ну, не то, чтобы сияют из космоса, но, тем не менее, качество шикарное у шиммеров у Juvius Place. Давайте на этот оттенок вам сделаю сводч. Нереально красивый цвет. Ой, сейчас солнышко ушло, и не знаю, насколько будет видно. Вот такой оттенок. Как удивительно на камеру вообще вот это вот сияние, которое я вижу в жизни, нет при натуральном освещении. Вот я так вот смотрю, знаете, и вижу, насколько сияющий оттенок. Отсюда вам подношу, и через камеру вижу, что абсолютно не такое сияние. Удивительно. Но поверьте на слово. Следующую палетку я решила взять от Essence Dancing Green. Это одна из самых крутых палеток, я считаю, у Essence. Очень качественные здесь оттенки. Матовые, хорошо пигментированные, и шиммеры тоже шикарные, шикарные. Сделать бы вам хотя бы парочку, может быть, сводчи. Вот сделала сводчи на два оттенка. Посмотрите, какие приглушенные, интересные цвета. То есть это не ярко-зеленые оттенки, а именно приглушенные. И на каждый день очень классная палитра. Далее взяла от I Heart Revolution Espresso Tasty. Одна из шикарнейших теней, я считаю, шикарнейших палеток, миниатюрок от Revolution. Здесь полностью матовая цветовая гамма, как можете видеть. И эти оттенки для такой бюджетной палетки так хорошо пигментированные. Я вам уже говорила всегда, когда беру в косметичку, когда вам показывала коллекцию теней, уже говорила про эти тени. Я знаю, что некоторые девочки покупали по моему совету эту палетку и остались тоже довольны. Далее я решила взять палетку от I Heart Revolution. Снова этот вот Винни-Пух Honey Beer Shadow Palette называется. Не знаю, захотелось мне вот такими оттенками немножко попользоваться. У меня руки пока еще не успели дойти до этой палетки, но не страшно. Косметичку только недавно собирала, поэтому доберусь и до нее. А вот палетка, которую я пользовалась все эти три дня на этой неделе, от Juvia's Place снова миниатюрка в Nubin by Juvia's Place. Мне кажется, я получила эти тени в подарок при заказе каком-то социального сайта Juvia's Place. Вот. Использовала я здесь вот этот оттенок на складку века. Или вот этим я пользовалась. Неважно, они почти похожи, просто этот немножко в нейтральную сторону идет, а здесь персиковый потом содержится. Но мне кажется, я все-таки вот этот оттенок использовала. Потом на внешний угол глаза этот темный и на все подвижное веко. Вот такой вот очень красивый розовато-серо-мауви, холодный такой цвет. Вот. Шиммер. Очень красивый. Хорошо подчеркивал мои глаза. Потому что не всегда шиммеры, которые я наношу ближе к внутреннему уголку глаза, выигрышно смотрятся на мои глаза. А некоторые шиммеры, например, я использую и смотрю в зеркало и думаю, нет. Вообще они для меня, потому что более какой-то уставший взгляд получается, либо более старше, кажется. Ну вот, все-таки нужно подбирать свой определенный оттенок теней, да. Ну, об этом я вам уже не раз говорила. Тут у меня еще одна палетка, оказывается, есть. Видите, какая? Ой, это у меня палетка, оказывается, из проекта, поэтому я ее показывать не буду. Вы видели апдейт проект пен. Вот такие вот румяна здесь. Все. Эта палетка у меня всегда тут лежит, потому что очень удобно использовать зеркало, когда я окрашусь вот из этой палетки. Потому что вот эти тени, которые я вам сегодня показала, они все палетки содержат зеркало в себе. Ой, все падает. Вот такая вот у меня косметичка, девочки. Вот она полностью тут стоит. С удовольствием буду пользоваться. Я уже начала пользоваться, как вы поняли, на этой неделе. На этом буду заканчивать. Помады, как уже сказала, не будут, потому что вот что-то как-то мне не захотелось помады доставать. Ну, возможно, через полмесяца или, может быть, мне захочется в конце недели какие-то помады вытащить. Посмотрим. Все. Перестаю болтать. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.